спринт у удара не давали удара не давали какие тяжелые ворота ладно смотрите сезам откройся запрос отклонен посетители должны получить разрешение на доступ от клары там что-то огромное и там клара вы должны спасти ее ребята вы мои спасители я обязательно скажу об этом господину сварагу мы как раз собирались нанести ему визит клара обязательно благодарит вас но не так она свернула бы туда быстрее куда мы еще за не гоняться должны она очень плохо играет в прятки вечерочек ты на канале gante games где мы с собой играем в разные игры и мы продолжаем играть в хон кайста рейл идем к книгам но прежде чем начнем сообщаю у меня есть страницы на бусте для тебя доступны разные виды подписок чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на бусте вступай в группу вк где ты можешь предлагать разные игры для прохождения подключайся к серверу дискорд для общения и обсуждений хон кайста рейл хорроров и много чего еще жду тебя там все ссылочки в описании итак идем мы на книги начинаем значит мы с вот этого начало новое начало мастерской закалки огромная реклама мастерской закалки место размещения которые достойны этих кричащих огромных букв новое начало мастерской закалки утилизация старых и неисправных деталей ремонт бывших в употреблении детали широкий выбор полностью новых высокочастотных деталей спасибо за ваше сотрудничество в течение 10 лет новое начало мастерской закалки наш магазин ранее известны как оценка и переработка бывших в употреблении реликвий специализируется на различных услугах по оценке ремонту переработки древних реликвий хоть наш магазин и небольшой но вместе с заклепка градом мы пережили взлеты и падения наш магазин обладает хорошей репутацией среди граждан заклепка града настало время отблагодарить горожан за поддержку сегодняшнего дня наш магазин будет переименованным мастерская закалки нашими специализациями по-прежнему остаются утилизация ремонт бывших в употреблении деталей продажи новых и высоко высокоточных деталей различных категорий многое другое мы откроемся 28 марта бывшие в употреблении детали заменяются на новой на выгодных условиях купите одну деталь премиум класса и получить еще одну деталь и бесплатно старый магазин с отличной репутацией только лучше качество приходите скорее дорогие друзья можно все записки такие же короткий семейная тайна приные пышные грибы описание знаменитого блюда ресторана заклепка града рецепт которого держится в строжайшем секрете но ты его уже знаешь настоящий документ является предметом коммерческой тайны ресторана пожалуйста не разглашайте блюдо приные пышные грибы уровень начальный способ приготовления жарко острота среднее время приготовления около получаса основные ингредиенты пышные грибы 400 грамм обойный перец две штуки перец чили две штуки доп ингредиенты оливковое масло 1 столовая ложка столовое вино 2 столовых ложки помолтый перец половины столовой ложки сахар половины столовой ложки молотая каменная соль 1 с половиной столовой ложки место для жарки достаточное количество масла чеснок 5 головок приготовление удалите себе любойного перца и нарежьте кубиками перед перец чили нарежьте ломтиками удалите ножки грибов и нарежьте шляпки тонкими ломтиками очистите чеснок и нарежьте крупными кусочками не измельчайте чеснок налейте на сковородку достаточное количество чистой воды и добавьте 2 ложки столового вина После того, как вода закипит, быстро бланшируйте кусочки грибов в течение 2 минут. Выйти нарезанные грибы, слейте воду и переложите в чистую миску. Вливайте холодное масло в горячую сковороду, пока сковорода не остынет. Когда масло нагреется, добавьте нарезанный чеснок и обжарьте, помешивая до появления аромата. Всыпьте мелко нарезанный убойный перец и нарезанный кусочками перец чили, обжарьте, помешивая до появления аромата. Всыпьте ломтики грибов, добавьте половину столовой ложки каменной соли, 1 столовую ложку оливкового масла, половину столовой ложки сахара и половину столовой ложки молотого перца. Быстро обжарьте, накройте сковородку крышкой и тушите 1-2 минуты. После закипания переверните грибы и обжарьте еще раз. Снимите сковородку и сервируйте. Приятного аппетита! Секреты. Необычный аромат грибам придет сочетание оливкового масла и молотого перца. При смешивании этих двух ингредиентов уникальный аромат грибов усиливается, поэтому эти ингредиенты нельзя заменять. Ножка гриба горькая и жесткая, а шляпка нежная и хрустящая, поэтому для приготовления блюда следует использовать только шляпку. Процесс бланширования быстрый, всего 2 минуты. Более длительное приготовление негативно сказывается на вкусе грибов. Ну еще есть, короче, чуть-чуть шанс что-то почитать. Специальный таблоид, созданный бригадиром шахт. В нем подробно излагаются важные новости о производстве и деятельности шахтеров. Еженедельник шахтера. Давай! Выпуск 205. Еженедельник шахтера. Выпуск 205. 699 года. Уничтожены все гнезды скальных крабов в большой шахте Камнеграда. А это то, что они кушали их? Нет, слушай, нет, это не то. По состоянию на 17 ноября, 8.00, последнее гнездо скальных крабов в большой шахте Камнеграда было уничтожено. Примерно в августе этого года шахтер Стив и его напарники обнаружили гнездо скальных крабов в грандобывающем районе во время смены и тотчас же угостили всю бригаду большой шахты вкусным ужином. После этого в процессе добычи рабочей то и дело обнаружили гнездо скальных крабов. Так, это мы читали, значит нам нужен выпуск 192. Сообщается, так, 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 еженедельник шахтера. Выпуск 192. 699 года. Эры фортификации. Сообщается об обрушении туннеля, об обрушении туннеля в шахте номер 1 на северо-востоке Заклепкограда. 13. августа выживший из шахтерской бригады номер 1 на северо-востоке Заклепкограда пришел к там в шахту и сообщил, что на его участке добычи произошел частичный обвал туннеля. К тому времени, когда он покинул шахту, было трое серьезно раненых, двое пострадавших, и еще 20 человек оставались в шахте. На момент публикации никаких новостей от шахтерской бригады номер 1 из северо-востока Заклепкограда не поступало. Гнезда скальных крабов обнаружены в Большой шахте Камнеграда 15 августа примерно в 19.00 по словам Стива Рабочего и представителя смены в Большой шахте в Камнеграде В главном туннеле шахты было обнаружено гнезда скального краба Стив сразу же решил поохотиться со своими товарищами по работе И доставил три больших мешка пойманных скальных крабов в администрацию Большой шахты Пригодир шахты сообщил всем горнякам, что в течение следующих трех дней Им будет бесплатно предоставлен запеченный в соли скальный краб на ужин Это побудило горняков начать праздник Наконец-то пир воскликнул рабочий, пожелавший остаться неназванным Сейчас дискуссия о том, стоит ли уничтожать гнезда скального краба, достигла апогея Представители шахтеров, поддерживающие разрушение гнезда, заявили, что если скальным крабам будет позволено свободно бродить по шахтам Они могут представлять серьезную угрозу безопасности В то время как противники опровергли это, заявив, что это может быть единственное место, которое обеспечит стабильный источник пищи для бригады На момент публикации администрация Большой шахты еще не приняла решение С 19 августа шахтный мостовой подъемник Большой шахты на техническом обслуживании Администрация Большой шахты объявила, что техническое обслуживание мостового подъемника начнется 19 августа И, как ожидается, будет завершено 25 августа В период технического обслуживания рабочих просят добираться пешком до жилых помещений Большой шахты и обратно по тропе шахты А также следить за дорогой впереди при перемещении по тропе, чтобы не поскользнуться Вот, видишь, в чем вся беда, что вот мы открыли, а он такой А, ну вот откроем 205 выпуск А ничего, что как бы, блядь, я не пойму, я его читал или не читал? Выяснил, что я его читал Окей, так, время подошло Идем, короче, мы играть И так, и так, профиль, профиль О, кто-то меня позвал на помощь Круто Спасибо Так, сразу забираем все Тут что-то немного вообще всего Так, ты еще подождешь Друзья Идем добавляться друзья Олеся И Делос А Делоса не могу взять Вот так вот Не могу Недостаточно места Так, теперь смотри У нас есть презентация Получается новый персонаж Цизяо Тю И Орлана мы еще не смотрели Всех остальных Гуинай Фейн Хук И Искорку Мы смотрели Давай возьмем его Посмотрим вообще Ой, он тоже с хвостом Множество способов наложить на противника Ослабляющие эффекты, которые могут складываться Создает зону, которая повышает наносимый противникам Урон сверх способности класс очень красиво я тебе скажу то есть он именно так ослабляет окей смотри опа ой тихо ты зачем это делаешь ага так наносит небольшой огненный урон наносит огненным урон на противнику небольшой огненный урон соседним целям а также имеют высокий шанс сложить главную цель уронить количество уровней имеющихся противника статуса жаркий пепел самым высоким количеством уровней статуса жаркий пепел на поле боя по счету зоны и наносит всем противникам огненный урон урон сферспособности получаемые противниками в этой зоне повышается и во время своего действия не имеет шанс получить один уровень статуса жаркий пепел это пока все что нам нужно знать так ну смотри с одной стороны как бы как бы нужно с вот этими разбираться я уже их не будет призывать о давай сразу же неплохо неплохо он всех сразу придушил так нам пока никого восстанавливать не нужно блин он следующий ходит сука мы не смогли пробить если вы просто на что он свои супер силы всех вообще пробьет полностью а ну все все сейчас будем отхватывать сейчас его убьют нахуй вот это мы посмотрели персонажа нет ему повезло а ну давай беги давай мишаня давай вова пробивай к херам его еще раз всех бей давай не ждем они пока как раз во льду херачив чтобы они растаяли вот пожалуйста наташа наш до нас должна полечить у него выбора нет лечи давай еще лечи давай вот это блять самокрутки какие-то давай давай будем набирать пока пока нечего пробивать чуть по чуть чуть по чуть будем бить а все теперь можно опа все давай в одну цель в одну цель это хорошо так получается с помощью наташа мы можем восстанавливать опа две цели а давай его опять пытаться пробивать вряд ли у нас получится вы быстро его пробить о давай 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 следом сразу его одного сильного пробей но почти так не нагружаю систему сучка так нам это пока не нужно о пробиваем нифига себе нифига себе мишаня дает взял пробил мишаня молодец все давай добивай его и пойдем отсюда блин не добил ты прикинь класс так но он ничего хорошо теперь орлан вот его мы оказывается еще ни разу не проверяли получат бонусы к урону в зависимости от потерянного процента hp навыков вместо очков навыков расходят hp ага нифига себе а я и не знал но они такие базовые типа считаются а все я понял это прям базовый персонаж который не очень-то ошибка хороший насколько я читал там всякие типа гайдов и все такое прочее так ты усиливаешь усиливай а его щас убьют какая нахер нахер он нужен блять все он почти сдох блять что это за прикол я только начал а я даже не посчитал что он делает ладно хер с ним мне кажется его надо защитить а это только одного вообще можешь пробить неплохо давай его еще подержать будем повышать силу хотят тебе лучше пробивать конечно что нам у нас выбора нету а ты почти его завалил давай в марта вот так вот так а ты его тоже не пробиваешь ну ладно мы его щас добьем быстренько все отлично можем идти дальше больше нам больше нам здесь ничего не надо так смотри и я хочу выбить искорку в прошлый раз я ее не помню пытался или нет выбить в этот раз надо постараться она в отряду очень хорошо впишется песни стужи и пламени наложите одновременно статус огарения и заморозка на противника окей хорошо при прыжок так 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 нужно ли для нее это выбивать я еще не знаю давай у нас 10 у нас четко 10 есть для победили что ли нет я уже просто забыл я уже забыл как все это звучит мы не в нем не выбили ее а так хотелось так и что вообще ничего орлан ну блять орлан а давай у нас есть реестр экипажа экспресса да прикинь а может он так всегда а можно блять так всегда пожалуйста ну ёпты алло кайф отлично отлично вот и все и все вот насчет этого я не знаю но прям ей нужно стоит ли пытаться начале боя здесь статус максимум 3 хода вообще неплохо вообще неплохо но стоит ли вот это вопрос другой так пока пойдем ее быстренько то это а это то что я получил ну но ей нужно это естественно это же та же самое да мирские шалости да это оно и есть это оно и есть а ей это нужно все вопросы все отпали ей это нужно так у меня была хук что мне рассказываете вроде как а может и не было слышишь а он ею с байло попутал так давай сразу ее тоже фигачим ой тихо тихо возвышаем сразу вот это забираем нам еще а нам еще серый серый крутки крутить давай давай повышаем у нас нормально там всего по на собрана цветовой конус экипировать так что мы тебе можем дать не понял начале боя когда союзник наносит урон того же типа что и типа таки владельца носимый урон повышается на 12 процентов у нас просто особо выбора сейчас нет возьми его так орланой долон пожалуйста на использование навыка или сверхспособности не снимает одного ослабления с персонажа отлично так у нас есть хук и ему качать не будем на конус ей дадим на всякий случай пусть у тебя будет вот этот вот нет нет не усиляй просто экипируй так у нас получается что получается сколько-то прыжков сделали реестр экипажа экспресса получить 20 персонажей всего всего лишь 20 так окей ладно давай попробуем короче выбить этот конус почему бы нет а вдруг а вдруг блять вдруг а нет подожди это не то что ей нужно вы кого наебать пытались это не то это ушедшие воспоминания опять блять смысле нахуй миски нет все правильно мирские шаха мирские шалости что за обман блять давай рак а мне вы еще недостаточно давай возьмем сколько сможем а у нас еще вот эта штука есть и вот это давай возьмем и вот это давай возьмем лишним не будет что-то еще что-то еще пела хук вот эту штуку я не хочу тратить вот тут можно что-то хорошее взять когда-нибудь когда нам что-то понадобится сейчас пока это не понадобится можно взять 9 одного не хватает чуть-чуть не хватает бля пофигу давай по одному прыжку делать они 14 смысле что-то где-то я проебался в подсчетах рябь на море дирака 3 в смысле я уже пытался не какие-то конуса вроде мы пытались выбивать но пока ясно что ничего не дано абсолютно тайная клятва ничего пусть пусть будет но это не то что я хотел а еще нифига себе два одинаковых атак можно было так осталось 4 давай короче по 4 вот потом наверное я буду откладывать максимум на ахирон на на ее реран будет обидно что где-то проебал короче все все эти нефриты звездные потому что потому что потому блять как так то потому что на других персонажей надо короче следить если ты вдруг знаешь когда там будет ахирон и обязательно напиши в комментариях чтобы мы к этому времени смогли подкопить достаточное количество звездного нефрита она пригодится и чтобы было прям сразу со второй как этой крутки но с 20 получается то есть 20 вышло это же круто проще хер тебя не конус да давай все давай должно ай да не сработает нифига я вне я не верю не ну все равно шанс то был шанс был был хрен с ним жалко но ладно рябь на море дирака 3 соберите 40 типов световых конусов окей окей ладно значит идем дальше по сюжета куда нам там надо то есть мы здесь все прошли все прошли все прошли нам сюда погнали то есть нас уже должны пропустить я вернулась тимми добро пожаловать госпожа клара тимми открой ворота пожалуйста я хочу видеть господина сварага обнаружены посторонние вы хотите разрешить доступ все в порядке они мои гости команда получена терминал ограничение доступа разблокирован с возвращением клара и гости все погнали если можете постарайтесь пожалуйста не рассердить господина сварага все в порядке клара мы здесь чтобы убедить его лучше вам вести переговоры это не моя сильная сторона переговоры с роботами такого я еще не пробовала ганте ты готов нет не готов пойдемте к сварагу я не готов в смысле это все твое место я думал где то вот здесь будет а он сразу же нас встречает вот понимаешь вот это хозяин сразу у дверей встречает просто мужчина молодец я вернулся господин свараг я вижу что система энергосбережения снова работает спасибо клара но зачем ты их привела господин свараг они хотят поговорить с вами о выходе в надмирье анализ результат анализа цель не принадлежит дикому огню предыстория неизвестно классификация неизвестна вы прибыли по рекомендации клары я дам вам возможность высказаться эй похоже он хочет общаться Быстрее, Гантэ, заболтай его. Мы не заинтересованы в разжигании конфликта. Мы здесь, чтобы поговорить о будущем подземья, выживании или разрушении. Что ты предпочитаешь? Давай вот так. Мы здесь, чтобы поговорить о том, что происходит под землей. Неадекватный предлог. Вы не из подземья. Вы не имеете права представлять население подземья. Приступайте к своей центральной точке. Не тратя драгоценное время этого мира. Вот парировал, так парировал. Этот робот. Соберись. Помни, мы должны заставить его понять, что мы являемся переменной в расчетах. Мы здесь насчет Стелларона. Знаешь, что такое Стелларон? Мы переменные. Знаешь, что такое Стелларон? Стелларон, знаешь? Нет? Стелларон. Поиск в базе данных. Доступ запрещен. Обсуждение Стелларона с неавторизованными целями запрещено. Вы затрагиваете тайну, которая лежит в основе этого мира. Тайна, которая должна оставаться неизвестной человечеству. Переоценка целей. Индекс угрозы повышен. Я требую, чтобы вы раскрыли истинное намерение. Как ожидалось, он знает о Стеллароне, но это запретная тема. Мы зашли слишком далеко, так что хватит. Гантэ, будь с ним откровенен. Все зависит от этого. Ебать, с каких пор я стал советником, нахуй? Что такое? Мы должны найти Стелларона, а потом мы хотим положить конец бедствиям этого мира. Давай нет, правду скажем. Мы хотим найти Стелларон, а потом сам не знаю что. В исторических записях говорится, что человечество уже предприняло множество попыток вступить в бой со Стеллароном. Все без исключения... А все без исключения эти усилия были мотивированы человеческой жадностью, попытками получить материю для корыстных целей. Как указали архитекторы, любая попытка вступить в бой со Стеллароном приведет к серьезным последствиям. Переоценка критический индекс угрозы. Что же делать? Ситуация накаляется. Все, пиздец. Подожди, мы не такие, как все. Товаспособность к расчету отстой. Не, ну подожди, я не хочу поебалу отхватывать. Мы... Что там было? Нет никаких доказательств того, что вы являетесь исключением. Результат расчета остается неизменным. Протоколы, чемжен적으로, 종юрана. Что? Что у тебя с голосом случилось? Протокол миротворчества во время отключен. Запрос запуска протокола уничтожения. Уничтожение? В буквальном смысле? Почему он говорил как робот, а он как человек? Мирные переговоры окончены. Март, готовься к бою. Господин Сварок, пожалуйста, не... Уходи, Клара. Клара, здесь опасно. Найди, где спрятаться. Похоже, все не так... Похоже, нам все-таки придется действовать. Прототип номер 3. Автомат мониторинга сварок. Запуск протокола уничтожения. Успешно. Аннигиляция разрешена. Ну, я думал, мы его сможем заболтать. А вообще, есть вариант? Вряд ли. Он по-любому должен нам... Блядь, подожди, я не теми ребятами. Сука. А как выйти, блядь? А здесь можно по третьей испытания. Отступить. Подожди, я отряд хочу выбрать другой. У меня же там есть отряд. То есть, я даже искорку никуда тут не поставил. Вот, вот это давай отряд. Весь упор у нас пойдет на Рацию. Давай. Вот, теперь пойдет. Ага, давай. Так, хватит. Давай, вот. А, ёп твою мать. Подожди, у нас вообще... У нас только огненный есть. И все. Блядь, тоже что-то не посмотрел. Ладно, хер с ним. Мы справимся. Я в это верю. А сейчас еще Зорянка запоет, так вообще будет веселуха. Вот, давай, бей. Ага, давай, сразу его херач. После этого все будут восстанавливать себе жизни. Я выяснил, в чем была проблема. Вот, мертвецкий пьян. Все. А мы не можем ускорить. Вот, можем. А то как-то все очень-очень долго идет. Вот, давай, Рацию, давай. Все правильно. Поддерживай. Так. Да хорош, хорош, блядь. А что, сюжет пошел? Ой, что за битва без доктора на поле боя? Эй, сосредоточьтесь, я буду за вами. Наташа? Наташа? Как ты? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Получается, смотри. Мы используем Зорянку в самом конце. Когда уже должен будет ходить сварок, мы ее используем, чтобы снова поднять всех наших ребят вверх. А он и так в самом низу. Получается, ты его фигачишь. Зорянка пусть поддерживает еще. А, подожди, а Зорянке уже нельзя. А, суперсилу мы можем использовать. Давай. Еще повышай всем урон. Так, ты, получается, делай так, чтобы... Или нет, или отменим. А нельзя отменить? Или можно? Ладно, не важно. Так. А, блядь, рано. Стой. Нет, отмени. Блядь. Ладно, хрен с тобой. Я не помню, на какую... Это вроде можно отменять. Что? А, нет музыки. Нет, просто музыки. Вот это нормально. Уроним его. Все. Неплохо, слушай, подняли урон. Подождите, подождите. Пожалуйста, не обижайте господина Сварага. Клара, ты... Господин Свараг больше не может драться. Пожалуйста, пожалуйста, не делайте ему больно. Кла... Клара... Господин Свараг, не загоняйтесь из себя. Можете ли вы рассказать им, что вы знаете? Господин Свараг, вы сказали, что готовы исполнить все мои желания, верно? Сейчас Клара больше всего хочет, чтобы все... Все собрались вместе. Как... Как семья. Недавно я узнала кое-что новое. Результаты расчетов не всегда делают людей счастливыми. Даже если мир за пределами клетки не так уж и красив, люди все равно хотят знать, каков он. Сбор... Сброс системы оценки. Успешно. Обработка переменных. Переменная... Один. Просьба Клары. Переменная два. Намерение посторонних. Обновленный результат оценки. Передача полномочий по принятию решений сторонним организациям. Чужакам предоставляется доступ к разведданным о Сталароне. Значит, мы победили? Цена была слишком велика, благодаря Кларе. Наша сила была признана. Цена была слишком дорога, велика. Клара кажется единственной, кто может сломить холодную логику Сварага. Хорошо, что она была здесь. Надеюсь, в его банке памяти действительно есть данные о Сталароне. Все закончилось, Наташа? Мы дикий огонь, подземье. Это победа? Нет, Зеле. Наша битва, их битва, только начинается. Ну вот, здрасте, приехали. Ты куда пошел? А, все, мы пошли домой? Наконец. Наконец-то мы добрались до этого момента. Что такое, волнуешься? Нет, но у меня покалывает в груди. Да пропускай ты, еб твою мать. Правда, может разбить сердце. Кто же из них врет, решать тебе. Да, вот так скажем. Выбирай. Я готов, Агантэ. Раскрой правду, я слушаю. Что вы от меня ждете? Так. Наполовину волшебника изумрудного города. Отдалейте железной дровосекой и маленькую девочку. Свара Коклара стали вашими друзьями. Хорошо. Хорошо. То есть мы теперь можем здесь побегать. Так, что у нас по миссии? Миссии, 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 миссии. Старок Сварак признал вашу ценность как переменной. Это человекоподобное оружие включило вас в свою холодную логику, благодаря чему ему расчеты дали другие результаты. Сейчас он решил передать правду об этой планете вам и только вам решать, как использовать эту бесценную информацию. Все. Круто. Давай бегать. А давай бегать, изучать все, что тут есть. С ним поговорим потом. Тут же куча, куча, куча всего у него. Туда нельзя. А такой чувств, что можно. О, записка. Неожиданно. И сюда нельзя. А, это серьезно? Тут так мало места, где можно побегать. Мне казалось, что его больше. Кстати, вот пока бегаем. Если ты хочешь попасть в мое видео, то ссылка есть в описании на мою группу в ВК. Там есть обсуждение. И там ты можешь оставить свой ник. Если ты у меня есть в друзьях, ты попадешь ко мне в видео, в чаши листы или еще где-нибудь, где можно использовать дружескую поддержку. Вот так вот. А еще? А еще подписывайся на телеграм-канал. Он тоже у меня есть. Там обычно я выпускаю самые такие, скажем, свежие новости. Вот. А там просто проще всем делиться. Быстрее и проще. Ага. Так, давайте. А мы как... Вы же их быстро одолеете? Тут просто была бы бы быстрая кнопка переключения отряда. Было бы зашибись. Так, они похоже сильные. Давай я сам с ними попытаюсь справиться. Мы их никого не пробьем. Давай, значит, тут этим. А то я, блядь, вас знаю. И тут еще две волны, получается, будет. Так, ты поддерживай. Всем прокачиваем. О, вы лечитесь? Фигово. Очень фигово. Так, восстанавливай пьелу. Ей надо. Восстановиться. Так, его, значит, бьем. Есть. Потом берешь вот этого. Фигачим вот этого. Все, только холодные расчеты теперь. Так, давай, его. О. А, ты, ты еще прокачивай. Похер, прокачивай. Ты должна всем повысить максимально урон. Вообще, сколько возможно. Это, насколько возможно, это все сделать. Так, есть. Ага. Ты, значит, поддерживай. И пой. И пой сразу же. Ну. Кайф. Все успели, они не походили. Правильно? Правильно. Так, и теперь рацию. Ой, глянь, какая. Какой мощный удар. Так, давай, вот тебя. Ага. Бело. Так, давай, 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 давай. У нас урон, у нас урон. Главное, чтоб не херанули Зарянку. Ага, так, выбираем. Кого, кого, кого. Давай вот этого. Хотя зря, надо было другого, но уже ладно. Уже поздно. А он взорвался. Отлично. Так, значит, можно тебя. Все, она допела. Она начала, она, я еще думал, песню сменили. Она когда у сварга начала петь, думаю, вау. Нифига себе. Это круто. А на самом деле, нифига. Но это не честно, я считаю. Должна петь и петь. Так, так, тихо, блять. Успокойтесь. А, то есть, она может так вот сделать? Нет. Я думал, что туда подтянется Рассо. Все, давай, добивай его и пошли отсюда. Что вы такие тяжелые? Ага. Все. Все, получили. То есть, мы тут все прошли, да? 7 из 8 сундуков. А, свинка копилка. Так, все, побежали, побежали. Давай. Что у нас там по сюжету? Поворачивайся сюда. Закончился поставление данных и записи о Сталлороне. Желание продолжить? Чужаки. А, желаете продолжить? Желаем. Запрашиваю кэш материалов баз данных. Серийный номер 13175. Уровень шифрования высший. Запрос одобрен. Передача данных. Голос исследователя. Это плод многолетних исследований, госпожа-хранитель. Доказательства неопровержимы. Этот так называемый Сталлорон является источником всех разрушений. А вот он говорит ей. Предыдущая хранительница. Это даже не Коколе получается? Людям будет трудно принять этот вывод. Если бы мы сказали им, что всемогущая Алиса Рент активировала эту штуку и вызвала вечную мерзлоту. Это правда, госпожа. Правда, не изменится с мнением людей. Предоставлены вам отчеты, драгоценный результат кропотливых усилий величайших ученых Белобога. Вы должны доверять авторитетности его заключения. Я никогда не сомневалась в вас. Наоборот, я беспрекословно верю вашему выводу. С того момента, как я приняла эту мантию, этот голос, их голос, поселился в моем сознании. Я не могу от него избавиться. Мне не следует вам этого говорить. Давайте вернемся к вашим исследованиям. Боюсь, я не могу сделать эти отчеты достоянием общественности, пока не... Пока не... Пока ничто. Пожалуйста, продолжайте, госпожа. Если только вы не нашли способ полностью уничтожить Сталарон. Я понимаю. Во имя сохранения я выполню эту миссию. Кэш номер 13175. Передача завершена. Следующая передача, кэш номер 24830. Молодой исследователь. Я не понимаю, доктор, почему мы должны прятать такие ценные результаты исследований? Это работа всей жизни. Старый исследователь. Тебе так мало лет, дитя. Придет день... Тебе когда... День, когда ты сможешь понять. Верховная хранительница. Она видит дальше, чем ты или я. Все еще все ее решения только ради... Только лишь ради безопасности, бела бога. Я просто думаю, так жаль. Исследование натолкнулось на препятствие. И ваши результаты будут погребены под снегом. Не расстраивайся, дитя. У тебя еще много времени впереди. Когда ты найдешь способ уничтожить... Уничтожь Сталарон. Наши усилия окупятся с лихвой. Кэш номер 24830. Передача завершена. Следующая передача, кэш номер 57614. Молодая хранительница. Что здесь делает этот робот? При жизни это был личный робот-делохранитель доктора Миршаймера. Говорят, это прототип времен Великой Войны. С тех пор, как доктор и его помощники ушли из жизни, он остался здесь. Он не сдвинулся ни на шаг. О, ясно. Давайте начнем. Мы должны раскопать выводы исследований доктора. Мне нужно все. Госпожа хранительница, я нашел их. Все документы здесь. Хорошо, этого достаточно. Госпожа хранительница, что нам делать с роботом? Ах, слишком хлопотно его уничтожать. Найдите кого-нибудь, чтобы перезагрузить его систему, а затем отправьте его в подземье. Я слышал, что отряду освоения нужен робот с защитными возможностями. Так точно, госпожа. Простите, но об этих результатах должны позаботиться архитекторы. Однажды, кто-то сможет исполнить ваш завет. Кэш номер 57, 614, передача завершена. Завершение передачи данных. Значит, теперь правда ясна, верно? Они все время искали способ уничтожить Сталарон. Я не совсем понимаю, может кто-нибудь повторить? О, давай. Если оставить в стороне мелкие детали, то вот вывод. Выдающиеся личности, не говоря уже о хранительнице, с самого начала знали, что Сталарон был источником бедствий в этом мире. Но чтобы сохранить мир, они решили скрыть правду. Секретное исследование метода уничтожения Сталарона закончилось неудачей. Теперь остается только один вопрос, почему Коколя так резко изменила отношение к нам? Броня, ты в порядке? Буруня. Она Буруня. Все хорошо, мне просто немного дурно. Слишком много на тебя обрушилось. Теперь ты можешь нам доверять. Я давай вот так. Почему, матушка? Может быть, она не знала или она... Мне очень жаль, но не ври себе, Броня. Пришло время принять решение. Кантей, могу я поговорить с тобой? Я знаю, что нам потребуется время, чтобы обработать эту новую информацию, но нам нужно подумать над нашим следующим шагом как можно скорее. Так, что у нас, о чем мы хотим поговорить? Поговорить с Наташей. От сварга вы узнали правду об этом мире. Изначально обязанность хранительниц было сохранение. Они умышленно вскрыли от жителей Белобога информацию о Сталароне. Жестокая правда, несомненно, потрясет всех. В любом случае, мотивы бригады экспресса теперь ясны. Нужно спросить Наташу, что Дикий Огонь будет делать дальше. Давай. А, можем со всеми вами поговорить. Слушать. Господин Сварак, вы в порядке? Давайте я сначала починю ваш языковой модуль. Выполняется диагностика. Языковой модуль работает нормально. Спасибо, Клара. А модуль памяти поврежден? Я могу и это исправить. Проверка модуля памяти. Записи эпохи машин и архитекторов повреждений нет. Вы выданы оборонительной войны повреждений нет. Записи эпохи отряда освоения геосущностей повреждений нет. Запись о миниатюрных магнитных буровых установках Клары повреждений нет. Запись объяснения Клары человеческого поведения под названием сон повреждений нет. Значит, с вашим модулем памяти все в порядке? Я сделал резервную копию всех записей, касающихся тебя, Клара. Не переживай. Даже то есть что про сон? Для всех этих записей у меня есть несколько резервных копий. Я могу восстановить их в любое время. Господин Сварак, а можно мне удалить некоторые из них? Я не могу удалить эту просьбу. Записи, относящиеся к тебе, представляют собой важные данные, Клара. Они должны оставаться целыми. Это память о семье. Я понимаю. Господин Сварак, а я также хочу помочь вам проверить еще несколько модулей. Повернитесь немного. Ага, ясно. Ну и прям хорошие отношения. На зря хранительница сияющая звезда, освещающая людям путь. С наступлением ночи хранительница, мерцающее пламя, утешающая души людей. Столько лет. Неужели я все это время следовала лжи? Тебе нужно найти кого-нибудь, с кем можно поговорить. Нет нужды ходить с таким понурым видом. Ты же знаешь, что можешь поделиться с другими. Разве держать все в себе идет тебе на пользу? А может, этот статус всхружил тебе голову, а? Боишься показать слабость, поэтому молча себя накручиваешь? Это не над мире. Мы здесь не слишком держимся за приличия и подозрения. Можешь поговорить прямо все, что у тебя на уме? Я просто хочу сначала разобраться в себе. Все эти фрагменты истории, изученные мной прежде знания, все смешалось в моем сознании. Я не знаю, чему верить. Да и не надо. Главное четко понимать, что ты должна делать. Ты достаточно долго жила во лжи, броня. Это твой шанс вырваться из клетки. Так, с Ампу. Как дела, дружище? Что за чувство трепетчет у тебя в груди? Ощущение триумфа или просто радость выжившего в переделке? Я знаю, твое сердце разрывается от благодарности, но не стоит меня благодарить. У нас ведь дружба по расчету, так что главное, не забывай о деньгах. Когда ты вызвал подкрепление. Ох, я знал, что в конце концов вы попадете в беду, поэтому попросил заранее Олега прислать помощь. Довольно разумно, правда? Почему сразу нам не сказал? Ты спас нас. Вот так. Моя задача была отвезти тебя в логово сварога. Я получил оплату и доставил товар. Я не обязан был рассказывать вам о своих планах на ужин. Но я оказал небольшую бонусную услугу. Вам повезло, что мы друзья, иначе я бы взял дополнительную плату. Вот вам немного житейской мудрости. Предприимчивые владельцы никогда не вступают в рискованную сделку без плана Б. И без плана Б для своего плана Б. План В. Как мы его называем? Похоже, ты просто обожаешь мутить воду. Эй, ну что ты? Это вовсе не так. Так, я просто люблю посмотреть на драку со стороны. Ругань, свист кулаков. Ну разве не красота? Спасибо, Сампа. О, не надо этих слащавых словечек. Мы профессионалы и терпеть не можем. И их терпеть не можем. Это просто бизнес. Чувство в контракт не входит. Вот я так и подло... Вот я тебя и подловил. А если серьезно, Сампа всегда будет рад помочь. Отлично. Давай, Наташа. Не дропичи. Путь на поверхность совсем рядом. Спасибо, Гантэ. Ваши усилия перенесли в новую надежду в подземье. Теперь нам остается только молиться. Но если повезет, эта надежда возродит новую жизнь. Ваша поддержка пришла в нужный момент. Спасибо. Когда врачи начали носить с собой оружие? Во, давай спросим. Прошу прощения, я не была честна с вами. Как бригадир Дикого Огня, я не могла просто стоять и смотреть, как вы сражаетесь за нас. Мы были обязаны прийти вам на помощь. Как бригадир? Ты бригадир? Что? А? Что? Так ты настоящий бригадир? А как же Олег? Олег всегда действовал от моего имени. Он помогает мне решать всевозможные проблемы в подземье. А, так ты главарь, блядь. Лишь благодаря его усердию у меня есть время, чтобы заниматься простыми людьми в подземье и делать все возможное, чтобы они не голодали на улице. А еще я обдумываю, как разобраться со сварагом. Ваше появление разрушило мой тщательно продуманный, но все же, но все еще несовершенный план. И я хочу поблагодарить вас за это. Не стоит благодарности, это рутинная работа для героев. Мы не так уж благородные, нами двигали собственные интересы. Есть ли шанс на более ощутимое выражение благодарности? Вот так давай. Дикий огонь вас во всем поддержит. Хотя свараг больше не блокирует ядро печи, все же жители подземелья не могут так просто выйти в надмирье. Верховная хранительница выразделит верхний и нижний мир с помощью лжи и уловок. Если она обнаружит перемены под землей, кто знает, к чему она прибегнет. А дикому огню нужно больше времени, чтобы набраться сил. И сейчас, когда все сложилось подобным образом, вы хотите отстраниться от дел, в одиночку победить хранительницу нам будет сложно. Конечно, в это нет никаких сомнений, поэтому я отправлю с вами человека, которому доверяю. Зеле? Опа, возможность завтрака получили. Тень разрушения, важная завтрака. Класс. И еще мы 21 уровень расстояния получаем? Нет? Подождите, блять. Персонажи. Эйда, лон я получил. Ага. Пятый уже. Уровень сверхспособности повышается на 2, максимальный уровень 15, уровень базовой атаки повышается на 1, максимальный уровень 10. Хорошо. Теперь. Завершили миссию. Зал забвения у нас еще такого не было. И че, и че по миссиям-то? Не умеем прощаться. Сука, вот оно у меня только появилось. Правда, о плане почти ясно. Катастрофа, охватившая всю планету, началась со Сталарона. Все предыдущие хранители знали об этом, но ничего не могли сделать. Ничего другого не оставалось, как соглашать, чтобы жители города смогли бороться за выживание. Но это не решает проблему. Вы знаете, что только уничтожив Сталарон, на это планета и Белобок смогут вернуться к нормальному существованию. А ваш экспресс продолжит путь. Поделитесь вашими мыслями со спутниками и решите, что делать дальше. Бля, это что такое? Ёпта, ёмать. Как так-то? Я вас не буду пока проходить. Мне нужен 21 уровень. Освоение мы никуда дальше не пройдем. Что это, переместиться? Пошли. Перейти. Телепортироваться. Вообще, вообще. Воздух внезапно нагревается и из-за вашей щиколотки обивает липкий ветер, оставляя неприятные ощущения. Низкий безэмоциональный голос шепчет. Равновесие. Ему вторит другой шепоток. Вселенная должна достичь равновесия. Кто это говорит? Мне опять что-то снится? Вселенная должна достичь равновесия. Кто это говорит? Арбитры равновесия дадут тебе испытания. Раздается отовсюду эхо множества голосов. Для равновесия во всех мирах покажи свою силу. Сильно будет дано больше возможностей, а слабые смогут перевести дух. Ты выдержал испытания, и сила твоя соклонила чашу весов мощи. Говорит голос. Мир больше не будет прежним, а ныне он находится в равновесии. Теперь тебе будут встречаться враги сильнее, загадки сложнее и награды ценнее. Равновесие. Твердит голос. Будущему тебе предстоят новые испытания. Объясните по-человечески, пожалуйста. Голос не отвечает. Это так называемая динамическая сложность? Голос не отвечает. А можно отказаться от высшего испытания? Голос не отвечает, но через некоторое время шепчет. Тебе решать. Но в итоге равновесие будет достигнуто. Можно подробности о наградах? Ты получишь больше, ответил голос. Больше материального, больше духовного. Больше того, что можно сочетать. И больше неизмеримого. Полученное будет соразмерно твоей силе. И так достигнется равновесие. Ну хорошо, ради равновесия. Равновесие, повторяет голос. В его бесстрастном тоне вы слышите нотку одобрения. Ради него будут изменены все миры. Уровень равновесия. По мере того, как ваш уровень освоения будет повышаться, вам нужно будет выполнить испытание равновесия. Чтобы повысить уровень равновесия, у монстров будут более сильные характеристики. Ну и у вас тоже. И конечно же, противники будут давать больше наград. Ага. Но быстро мы его не выполним, да? Один нефрит. А, то есть у меня чисто уровень освоения? Аааа. Я могу его выполнить уже. Существо, называющее себя арбитром, строило вам испытание, согласно его расплывчатому, но убедительному заявлению. Вы встретите более сильных противников, но получите лучше награды, пройдя испытание. Кажется, это не так уж плохо. Так, а куда мне идти? Или это оно и есть? Отслеживать. Ааа, перейти. Давай, у нас еще есть время. У нас еще есть время. Возможно, мы уложимся в него. Ой-ой-ой. Пока не будем строгать. Испытание равновесия. Так, просто 29 уровень, да? Рекомендуемый уровень отряда, но у нас все нормально. Ааа, то есть нужно вас победить, получается. Так, так, так. Получается, нам у нас есть вот этот. Огненный у нас есть. А по херу, давай попробуем. А есть кто... Кто? Ладно, хер с ним, давай попробуем. Не будем терять время. Так, что мы должны сделать? Испытание арбитра на равновесии. Побежали. Конечно, нужно первого завалить и второго завалить. Ой, тихо, тихо. Во-во-во. Во, давай-давай-давай. Стой. Опа. Ну, уязвимость пробили, да? Да. Все, херачим. Так, нельзя его пропустить. Хорошо. Значит, делаем вот так. А, надо вот этих, вот этих бить надо еще. Дополнительно, давай. Давай-давай-давай. Ой, сейчас мы заработаем. Ой, сейчас мы заработаем. Ой. Сейчас будет жестко. Ты поддерживай. Все, теперь Зарянка нам качает просто урон. Просто жестко качает урон. Так, ты, значит, его пробивай. Потом Рацию бьет. Вот, Зарянка потом ходит. Рацию давай на него. Урон мы потихонечку повышаем. Ты поешь. Мы проходим вперед. Получается, ты фигачишь его. Рацию хватает вот этого. И вот этого. На, нахуй. Ты бьешь его. И Рацию еще. Его добивает. И еще Рацию его добивает. Ну. Отлично. Хорошо. Это считается испытанием равновесия? Так, не лагай, не лагай. Не лагай. Я надеюсь, сильно лагать не будет. Так, ты какой? Так, ты какой? Получается, тебе нужен тогда Рацию. Давай вот так. Опа. Есть. Ага, мы их еще и заморозили. Отлично. Ты сразу его пробивай. Хорошо. И ты его пробивай. Всех мы бьем. Потом нас усиливает Зарянка. А что делать? Что делать? Ну, получим. По лицу разок. Ничего страшного. Ага. Добивай его. Вот этот прям что-то легче пошел. Паренек. Давай вот этого. Сразу делай, чтобы мы могли лечиться. Ага. Хитро. Хитро. А ты все того бьешь? Молодец. Рацию. Давай. Давай еще его фигач. Еще. Еще. Зарянка, поддерживай. Давай, давай, давай. Нормально идем. Чего вы? А там еще рацию подходит. Давай рацию. Ну и все. Я боялся, не пройдем. Все. Воздух снова внезапно нагревается. И щиколотки опять щекочет тот ветер. Равновесие шепчет вам на ухо. Незнакомый голос. Миры уже меняются. Ибо равновесие властвует над всем. Не волнуйся. Испытание равновесия тебя найдет. Голос тихает. И все вокруг возвращается в норму. Так. Очки техники увеличены. Так. Новая функция. Какая? Тридцатый уровень освоения. Ты понял? Сразу же. Сходу, бля. Так. Это еще один чашелист. Но он отличается от тех, что мне попадались раньше. Стоит еще раз написать господину Вельту. Так. Нашли еще один вид чашелиста. Господин Вельт. Это тоже чашелист? Да. Я уже говорил, что информация о реальности, хранящаяся в разных чашелистах, может отличаться. Не забудь тщательно подготовиться, прежде чем вступать с чашелистом в физический контакт. Не стоит причинять себе боль из-за жадности. Все? Чашелист Багровый. Побеждайте противника, чтобы получить материалы следов. Откройте межзвездный путеводитель. Открыли. Чашелист Багровый добавлен в путеводитель межзвездного мира. Здесь можно просмотреть подробности. Ага. Открыто-временно. То есть это для всяких этих... Так. Окей. 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 О, как... Как у вас много, блядь, всего здесь. И все, да? Окей. Так. Нам нужна легкотня. Один. Достигните уровня равновесия. Один. Наконец-то. Сука. Наконец-то. Обучение. Странное создание в форме цветочного бутона с Багровыми тычинками, пестиками и чернильно-черными лепестками. Побеждайте противников, чтобы получить материалы следов. Хорошо. Миссии. Второй, блядь. Ну-ка. Смотрите, миссия освоения. Возвращение. До нее еще тоже долго идти. Арбитр снова здесь. Вы уже хорошо осведомлены о содержании в формате плюсов и минусов. Не так ли? Сюда идите радиоанновесия. Ладно, ладно, ладно. Так. Чешелисты. Миссия приключения. Так, так, так. Хорошо. Что по перекрестку? Почему они не исчезают? Прочите определенное сообщение на смартфоне. А, ну мы в целом можем все это получить, но не делать. Но это тоже неинтересно. А эта херня будет так висеть. Есть минутка. Я так и не поблагодарю тебя за то, что произошло, когда мы впервые встретились. Впервые встретились? А что тогда произошло? Ты слишком любезен. Разве не стоит это благодарить? Да не хэна. Давай вот так. Это не составило никакого труда. Честно говоря, не думаю, что смог бы долго продержаться. К счастью, вы нашли раненого меня в комнате наблюдения и отвели в безопасное место. Спасибо. Есть время заглянуть в базовую зону. Хочу подарить тебе кое-что. А можешь по почте отправить? Хочу передать лично. Так будет более официально. Жду. Окей. Так, пом-пом. Что здесь? Ты здесь? Ты здесь? Здесь? Нет. Ну да, почему нет? Да, да, нет. В экспрессе было что-то странное, что-то невидимое. Зашли бы посмотреть что ли? Проводнику следует быть похрабрее. Спокойно я возвращаюсь. Серьезно, не верю. Давай вот так. Проводнику следует быть похрабрее. А ну, возвращайтесь немедленно. Если мы не решим эту проблему, то экспресс из места не сдвинется. Мимолетные огни. Вот мы взяли эту миссию. Так, орлан, мимолетные огни. И все понятно. Дальше. Что-то на почту. Приглашение на проект Галактический прыжок. Привет, первопроходцы. Чтобы предоставить лучшие галактические приключения, экипаж начал проект Галактический прыжок. Долгосрочную кампанию по набору игроков, которая будет собирать отзывы и предложения первопроходцев. А-а-а. Окей. Я думал, меня кто-то еще пригласили. Типа, прыгай, все дела. Так, но есть связь, что приключительно нетленный мимар. Ёб твою мать. Что это? Это вот все, тебе на все доступно. Все, к херам этот сюжет. Теперь будем проходить только вот эти все новые-новые штуки. В исследовании вы столкнетесь с различными видами игрового процесса. Эти игровые процессы будут записываться в нетленных мимарах для быстрого доступа и просмотра. О-о-о-о. Ё-моё. Ай, завершите предыдущие миссии. В смысле, блядь? В смысле? Оно ничего не доступно. Завершите предыдущие миссии. Блядь, я... Как я туда попал? Вот так. Это, конечно, очень красиво. Но нам ничего из этого, сука, недоступно. А я уже хотел сюжет не трогать. Как он прогружается, странно. Завершите предыдущие миссии. Возьмите миссию освоения или продолжение освоения, чтобы открыть предыдущую. Окей. Я уже обрадовался. Открыть сейчас. Ранний доступ. Что это значит? Правила. Первопроходы могут воспользоваться функцией введения завершенности, чтобы заранее поучаствовать в событии, условия открытия которого пока не выполнены. Поскольку миссии события принимаются заранее, это может в определенной степени повлиять на сюжеты исследования. Выбирайте, как и когда использовать эту функцию. Ага. Так, если ваш уровень настроения выше 21, вы можете активировать эту функцию в меню журнал путешествия, если событие поддерживает введение завершенности. Введение завершенности можно использовать только в течение временного события. Вы не сможете использовать эту функцию для событий, которые уже попали в нетленные мемуары. Если вы активировали введение завершенности во время временного события, вы сможете продолжить использовать эту функцию после того, как событие попадет в нетленные мемуары. Вы можете активировать введение завершенности для нескольких событий одновременно, но вы можете использовать эту функцию для каждого события только один раз. Миссия событий. После активации введения завершенности будут игнорироваться все предварительные условия для события, и вы сможете немедленно принять соответствующую миссию события. Если вы переключитесь на другую миссию, которая была принята с помощью введения завершенности, вы автоматически перейдете в состояние введения завершенности для этой миссии Карта события После активации введения завершенности временно откроется карта события, которая включает в себя зоны, которые не были открыты в основном сюжете На карте события введения завершенности вы можете пройти только контент, который вам необходим для прохождения события Если вы переключитесь на другую миссию, которая была принята с помощью введения завершенности, временная карта события будет закрыта до тех пор, пока в этой миссии не будет активировано состояние введения завершенности. Условия закрытия. Событие будет официально открыто, когда вы выполните все предварительные условия, соответствующие состоянию введения завершенности. Для миссии событие будет снято, а временная карта события будет закрыта. Если вы не завершили событие, его процесс будет перенесен на официально разблокированное событие. Ага Так, теперь Выправить предыдущие миссии, против сюжета и следовать мир Это будет долго Так Это событие можно начать заранее То есть тут А сколько до следующего обновления, видимо, это действует А здесь дают Здесь дают только 14 дней А, это же март Это да, это да Эдалону награду дают Можно получить завершение различных концовок Господи, что здесь происходит? Вообще, что это? Завершите разные концовки в хрониках остановления мастера Завершите продолжение освоения нового путь Рождение звезды, чтобы открыть путь охоты А мне он скажет херти с маслом Правильно Так Это что? Временные Ну что, 30 раз, 60 раз, 90 раз Офигеть И много всего можно получать Так, миссия компаньона Это что? Выбудить условия, чтобы открыть миссию компаньона О, вот это мы получаем 800 Отлично Теперь мы можем вот это сделать После завершения уровня освоения 21 Придеть в воспоминание 3 Зала забвения, чтобы получить персонажа Сэнсюэ Короче Теперь тут все очень плохо Всего очень много Резко Резко стало Вот это, блять, да Хорошо, что вы сохранили Но жалко, что я не могу их Попробовать Сделать То есть, смотри Теперь мы в честь безымянных У нас тут есть задание И мы теперь Можем что-то из этого Выполнять Но не все Видишь Не все Вот Соберите все концовки То есть, вот это мы можем сделать Пожалуйста Ранний доступ Но насколько его дадут Видишь, там 5 концовок То есть, непонятно 13 дней Не факт, что я буду записывать видео в это время Так что, мы это, возможно, на момент проебем Так, надо все это завершать Предлагаю просто Напоследок Совершить прыжки Насколько их осталось Не то 62 Вот давай 40 прыжков сделаем Завершим, так сказать Вот это все Все, что нам тут понадавали И, возможно Я Не знаю Мы по сюжету дальше не пойдем Потому что Всего очень много Посмотрим Что из этого Можно выполнить В настоящий момент И Тем самым Будем Уже Что-то новенькое Проходить И тебе, я думаю Это будет тоже Интереснее смотреть Чем сюжет Который был Хер его знает Когда уже год назад Согласись Я думаю Так оно и есть Поэтому, возможно В лучшем случае Мы что-то будем делать Смарт Но вообще не факт Если не ту Штуку Где Пять концовок Ну что там ограничено время А хотя бы следующую Давайте Что, кого? Кого? А что только лагает? Алло Так сильно нагретый что ли? Ну да Он сильно нагрет Надеюсь Не сильно прям Будет все лагать А что? А кто? Подожди А что я делаю? Это что? Конусы? А нахер мне конусы? Что я кручу Блять вообще? Где персонажи? Я думал Там персонаж А Либо персонажи Либо конусы Все блять А музыка-то какая Пошла Ты слышал музыку? Ну Уже Музыка не та А я думал Дали химеку Я бы как Хернул бы с гертой Ооо Они бы там Сами тусили Главное Тут сейчас не залагал Видишь Но пока ничего Абсолютно Просто Просто куча 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 всего Бесполезного Даже персонажей Никаких не дают А Подожди А ты каких вообще Персонажей даешь? А Подожди А как понять А это сюда нужно? Нет Подожди Это испытание Подробнее Короче ясно Что ничего не ясно 12 Давай Последний раз И Доведение Давай Нет Нет Ничего Нет Но ничего А цвет Руди сменился Нет Кого-то Типа Получили Все равно Вот Но это Не то Это не то Ради чего Мы это все Затевали Ой блять Как много Всего Как много Всего Боже мой У меня короче Нужно будет время Совсем этим Свыкнуться Все это Понять Что нам С этим Всем делать И тогда Решим Короче у меня полный Диссонанс В моей голове Так что ты смотри Если что Можешь написать В комментариях Под этим видео Что вообще На что лучше Обратить внимание В дискорде Можешь мне тоже писать Давать разные советы И просто Везде где можешь Оставляй лайки Комментарии Все Все давай Пинай лежачего Если HP противника Ниже или равно 50% То базовая атака Герта Наносит дополнительный Ледяной урон Равный 40% От ее силы атаки Хорошо Все Что еще Не все А ханья еще Эдалон Давай Уровень навыка Повышается На 2 Максимальный уровень 15 Уровень базовой атаки Повышается на 1 Максимальный урон Уровень 10 Наконец то все Чешлист багровый Это же мы читали Закрыть От этих дурачков Отойдем Вот по хорошему Пройти бы его Сейчас Но Увы ях Это не получится Сделать Чтобы я мог Дальше в нем Бегать И что-то Что-то еще было Подожди Что-то было еще Зал забвения Это что еще Не пройдено А ну вот Он и не пройден Мимолетные Огни мне нужны А у нас сейчас Какая миссия У нее им прощаться Да Это другое Вот Короче Как-то Так Надеюсь тебе понравилось это видео Подписывайся на канал Оставляй лайк и комментарий Делись этим роликом с друзьями Ставь колокольчик Чтобы не пропустить новое видео Скоро увидимся Всего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok